Среди событий и явлений российской истории 20-го столетия есть подлинные народные трагедии. Наверное, самая крупная из них – это гражданская война. Гражданская война в России началась фактически в контексте революции, хотя некоторые историки полагают, что это все-таки разные явления. Революция – это 1917 год, а гражданская война началась уже в 1918 году. Если мы остаемся в рамках концепции Великой Российской революции, Долгой революции, тогда гражданская война – это один из аспектов революции и один из ее этапов. Каковы причины предпосылки гражданской войны? Об одной из них мы уже сказали – это воздействие революции. События 1917 года привели к резкой поляризации настроений российского общества, вызвали резкое усиление влияния крайне левых и крайне правых на политические события, усиление их позиций организационных, идеологических, их консолидацию и при этом привели к ослаблению политического центра. И мы знаем, что насилие было необходимым массовым элементом революции. И в событиях февраля, марта 1917 года, июля, октября, ноября мы уже видим разгул этой стихии насилия. Поэтому в гражданскую войну, конечно, страна втягивалась постепенно, как и общество. И то, что в конце концов она произошла – это неудивительно. Удивительно то, какой размах она приобрела, то, какие масштабы она получила в итоге, и то, как долго она длилась. В этом просматривается очень важная роль Первой мировой войны, которая привела к тому, что значительная часть населения, те, кто бывал на фронте, те, кто находился на фронте к началу революции, привыкли к насилию, привыкли к состоянию войны, да и население привыкло к жизни в условиях войны. И многие политики относились к идее гражданской войны довольно спокойно. Прежде всего это касается, конечно, большевиков, которые воспринимали перспективу гражданской войны, судя по всему, без особого страха. В отличие от российских либералов, допустим, или даже от умеренных социалистов. Поэтому пребывание страны в течение ряда лет в состоянии войны, затем на протяжении целого года в состоянии очень активной, сложной революции, конечно, способствовали эскалации напряженности и переходу России к полномасштабной гражданской войне. При этом, конечно, нельзя забывать о действиях большевиков, которые подготовили почву для формирования широкого фронта противостояния их политике. Это и захват власти в октябре 1917 года, это и первые мероприятия социально-экономического порядка, допустим, национализация банков и кладов. Это и Брестский мир, и разгон учредительного собрания. И самое важное, конечно, что вызвало в ряде случаев сопротивление со стороны крестьянского населения, в том числе массовое крестьянское сопротивление, это та аграрная политика, которую советская власть, большевики, начали проводить весной 1918 года. В условиях реализации на практике декрета о земле, хозяйственные связи между городом и деревней начали распадаться, крестьяне были во многом поглощены реализацией этого земельного декрета советской власти и не готовы были за бесценок продавать хлеб или просто везти его в города для рабочих, вообще для городского населения. Поэтому к весне 1918 года города оказались перед угрозой голода, и большевики пошли на введение продовольственной диктатуры, на изъятие излишков, как заявлялось официально, а часто и необходимого, у зажиточных крестьян, а по факту очень часто у середняков и вообще у крестьянской массы. Это породило резкое изменение отношения крестьян к большевикам и разгорания на селе гражданской войны. Кроме этого, свою роль сыграл внешний фактор, это действия интервентов, которые тоже свои интересы пытались защитить на территории бывшей Российской империи в условиях революции, эскалации российской революции. Это действия германских властей, турок и, конечно, стран Антанты, США, Франции, Великобритании, Японии на Дальнем Востоке. Но в современной историографии все-таки этот внешний фактор, фактор интервенции рассматриваясь как вспомогательный, второстепенный, и за исключением русского севера, он не имел решающего значения на других фронтах или в других регионах, там, где шла гражданская война. Ну и, кроме того, борьба между социалистами, в том числе борьба между большевиками и их союзниками, вчерашними левыми эсерами, которая вступила в такую горячую фазу весной, в начале лета 1918 года тоже подливала масло в огонь. В общем, комплекс факторов вызвал в России гражданскую войну. Кроме этого, подключились национальный вопрос, подключились очень сложные отношения между осколками бывшей Российской империи, допустим, между Польшей, которая появилась, в конце концов, на карте Европы снова после окончания Первой мировой войны, и Советской России, между молодыми республиками Закавказья и так далее. Это был клубок противоречий, который в итоге оказалось, может быть, решен или разрешен, развязан, разрублен только через гражданскую войну. Виновников было много, при этом с большевиков, конечно, вину за их часть ответственности, очень важную часть ответственности, снимать ни в коем случае нельзя. При этом необходимо помнить об объективных причинах вступления страны в гражданскую войну. Когда она началась? Страна вступала в гражданскую войну постепенно. Конечно, уже в 1917 году мы наблюдаем отдельные акты, эпизоды гражданской войны. С сотнями погибших, со стрельбой на улицах, с уничтожением офицеров, представителей старой элиты, расправой над политическими противниками, стихийными актами террора, особенно в конце октября, в ноябре 1917 года и так далее. Но считается, что все-таки общенациональной эта гражданская война стала где-то вот с мая-июня 1918 года. И важную роль в перетекании такой очаговой, локальной гражданской войны, в переходе ее на новый уровень, сыграла с одной стороны аграрная политика большевиков в деревне, новая аграрная политика, продиктатура, а с другой стороны выступление Чехословакского корпуса, которое позволило противникам большевиков сверкнуть советскую власть в десятках городов на огромных пространствах Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока и позволило создать территориальную экономическую базу в перспективе белого движения. Поэтому здесь могут быть 2, 3 или даже более рубежей начала гражданской войны. Но как период российской истории, как период революции, наверное, все-таки гражданская война начинается с конца мая, с начала июня 1918 года. Когда она завершилась? Тоже вопрос очень сложный. Одна дата это вот ноябрь 1920 года, вообще конец 1920 года, когда в европейской части страны были разбиты последние крупные силы белых, Врангель, барон Врангель покинул Крым вместе с остатками своей армии. И после этого события всем уже было понятно, что советская власть устояла, большевики сохранили контроль над европейской частью страны, по крайней мере, и дальше они наведут порядок, свой большевистский революционный порядок на остальной части территории бывшей Российской империи. Но при этом силы белых интервентов, различные сепаратистские движения сохраняли очень такие значимые позиции в Сибири, на Дальнем Востоке особенно. И до 1922 года шли бои на этих территориях за установление там советской власти, то есть власти большевиков. И последние крупные силы белых были разбиты на Дальнем Востоке уже в марте 1922 года. А борьба с последними отрядами белых растянулась до конца 1923 года. А если мы берем босмачей и других повстанцев, то здесь может быть и более близкая к нам, более отдаленная во времени от 1920 года граница. Здесь тоже мы видим, есть по крайней мере два рубежа. И сторонники концепции длинной Великой Российской революции обычно проводят грань гражданской войны на ноябре-декабре 1920 года, подчеркивая, что 1921-1922 годы это уже немножко другая ситуация. Это уже попытка так называемой третьей революции, попытка после изгнания разгрома белых бороться за советы без коммунистов, без большевиков. Попытка вернуться к идее социалистической коалиции или к идее социалистического пути без гегемонии большевистской партии.